Привет, друзья! Я Вестер Сунд в Швеции. Это место известно тем, что здесь тестируют автомобили в зимних условиях и шины в зимних условиях. И сегодня, судя по этим желтым кубам и автомобилям тоже желтого цвета, мы тестируем новейшую шину Continental. Ту самую, которую они долго держали в секрет, те кормили тизерами публику шину с обрезиненным шипом. Революция в шинном мире, как они скромно заявляют. Итак, Continental Ice Contact 3. Обрезиненный шип из Тресун, Швеция. Поехали! Перекрутила маленькая. О, мая чё. Дрифт, дэд! Continental обещает нам зимнюю революцию. Революция для них, в первую очередь, заключается в том, что они сделали кои-то веки направленную шину, резко переобулись и делают колесо, которое будет лучше вас держать в крутых поворотах на льду. И делают для него два вида шипа. Два типа шипов. Вот эти шипы, которые с контейнерами продольными, они отвечают за разгон торможения. То есть, ледяная крошка собирается в продольном направлении. И есть шипы, которые отвечают за боковое удержание. То есть, они работают и в продольном, и в поперечном направлении. Соответственно, здесь ледяной контейнер направлен наружу. So, this is a stud sample. We use really in the lab in the university. And if you scratch, let's say, immediate ice and whatever, the crushed ice is really collecting around the stud. главное отличие которое нас волнует как они шумят дай первое как шумят второе как они держатся в шине насколько много их останется после допустим проезда по асфальту эти шип хорошие он сам не хочет вылетать и разбивать вам стекла это видимо моя mazda cx 5 ее 3 разбитое стекло фронт ньютон 40 килограмм 40 килограмм 50 шип полностью обклеен вклеен видно что оторвали просто вместе с резиновой часть с шипом в общем нечто необычное произошло поэтому его сложно вырвать то есть его обрезинивают сначала покрывают потом шипует потом нагревают то есть вываривают его туда и после этого он в четыре раза живучие чем без вот такого пальто с веселухи начинается утренний тест-драйв сейчас выйдет ледовая трасса и так называемый ледовый паркур обрезиненный шип конте flex став то есть красная это просто алюминий здесь обрезиненный шип и две башечки это обычный шип и а из контакт 3 а ну на бмв стоят просто алюминиевые шипы мне очень нравится какой кредит доверия у компании continental у дилеров шин недавно мы с ними общались и они сказали что мы еще не видели этой шины она вся такая секретная рассекретная но но это должна быть бомба в любом случае потому что немцы это немцы они умеют делать все и машины и шины вот я сейчас сижу в немецкой машине это бмв универсал третьей серии и сейчас буду испытывать немецкую же новейшую шину и с окей ай лав шутин интересно как сразу в боевом режиме можно и чувствовать шину и бороться за результат должна быть хорошая шина ребята должны быть уверены в том что все пройдет круто мне нравится мне а я ей не нравится 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 слушайте какой запас держака фантастика при том что здесь лед присыпанный снегом но это же круть когда я ее ломаю реакции ухты она даже на доворот она реагирует на доворот руля на льду ребята вот это круть и все нацел хочу еще понравилось это колесо но черт возьми я слишком хорошо стреляют на 10 процентов увеличивается контакт со льдом не увеличивая шума из-за того что резиновая обойма деформируется и позволяет шипу глубже вгрызаться в скользкую поверхность это штуки которыми нарезают ламели сформируется в голову широкая подстрелка которая вращается на последующую сторону первый раз рядом с тороцией например нашего кислорода сервера крепкая подземность и она также под được чем а 0-дегресса на самом деле мне не очень нравится эта шина потому что если обычную сильно сносит то тут она как-то знаешь цепляется за дорогу и не получается нормально вот поняли да для города это классно да для загорода для трассы это классно пончики это хрень ясеньки неленькая какая-то обратите внимание у нас алюминиевый шип и обрезиненный шип это практически один и тот же шип только их тут два разных вида это шипы которые отвечают за разгон и торможение разгон вот это узкая кромка торможение широкое и это канавка для того чтобы отводить снежную крошку а это уникальные шипы которые отвечают за боковой зацеп за сопротивление боковым силам опять же алюминиевый обрезиненный с виду они абсолютно одинаковые и вот этим острым концом такой гробик да нижней частью гробика они обращены на внешнюю сторону и немножко повернуты по ходу движения если посмотреть в принципе если остроты зрения не хватает они покажутся вам все одинаковые поскольку они мелкие очень похожи но отличаются они вот этой канавкой которая собирает снежную шугу у шипов разгон и торможение она продольная а те которые отвечают за сопротивление боковым силам там есть еще ответвление во внешнюю сторону вот туда смотрит острие вот такого шипа и она чуть повернута вперед по ходу движения здесь сюда здесь в обратную сторону и это дает дополнительный держачок блин это шина которую чувствуешь даже даже в повороте мельчайшие подруливания и она на них реагирует это вот как раз тот самый эффект от шипов которые развернуты на 10 градусов они отвечают за боковой держак за сопротивляемость боковым силам и они реально отвечают за него ай как мне нравится как мне нравится и сиатик купра так рыкает задорно шип алюминиевый у него внутренний сердечник фирмы тика те же самые шипы используют к примеру компания нокен в алюминиевом шипе он находится в алюминиевой обойме и алюминиевое основание обрезиненный шип он не весь состоит из резины здесь есть алюминиевая часть в нее вставлено жало и все это находится в резиновой обойме акустический тест я выбираю сначала машину машина хайс контакт 2 с обычным алюминиевым шипом и будем слушать разницу ну а теперь у нас айс контакт 3 и конти флекс стат под самый обрезиненный шип и сейчас будем ловить на слух обещанный децибел разницы 10 процентов на 10 процентов сниженный шум у меня такое ощущение что низких частот поубавилось больше двигателя слышно сейчас такой джеки чан челлендж надо бы сломать руку ногу позвоночник ну на самом деле надо просто круто припарковаться с ручником на вот этом на вот этой тойоте да gt86 надо разогнаться и с ручничком сюда встать как можно аккуратнее шины естественно континенталь конти айс контакт 3 зачем это делается не знаю просто для того чтобы у нас был фан чтобы было что красивое снять вам показать они вообще очень странно пытаются нам несмотря на то что сделали шину с уникальным держаком на скользком покрытии в поворотах они нам пытаются все время показать что на ней можно скользить то есть всякие контесты с плюшками нарезания с вот этим парковкой с ручником по-хорошему надо показывать что не свернешь эту машину с траектории на льду они показывают что можно еще и скользить что называется Игорь 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 быстрее 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 и теперь это почти перфект на протяжении 3 пункта лучшая сегодня спасибо спасибо Спасибо!